МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раиса Пичура в Омском геронтологическом центре самый пожилой житель. Ей 90 лет. А месяц назад Раиса Степановна танцевала на собственной свадьбе. Муж Юрий Ларин на 18 лет моложе своей избранницы. Предложение сделал на второй день знакомства. Свадьбу гуляли всем домом престарелых в столовой. Директор лично украсил собственную иномарку, чтобы при параде отвезти своих подопечных под венец. Молодожены везде вместе. И в магазин, и на прогулку. Во всем согласие, кроме одного, новоиспеченный супруг уж больно ревнивый. Сейчас молодожены живут на пятом этаже. Но в качестве свадебного подарка директор пансионата пообещал дать комнату на втором. Местные называют его элитным. Впрочем, Раиса Степановна и Юрий Прокопьевич говорят, им где угодно хорошо, ведь теперь они вместе. Современные свадьбы традиционными не назовешь. Молодые пытаются сделать свою церемонию бракосочетания необычной и запоминающейся. Ведь у многих из нас она бывает раз в жизни. Мы сделали для вас подборку самых экстравагантных свадеб со всей России. И если вы только планируете свою церемонию, можете подсмотреть идею и воплотить ее в ближайшем времени. Цирк уехал, а клоуны остались. И пришли в ЗАГС. 25-летняя жительница Новосибирска Виктория Локтина – девушка непростая. Ее призвание – веселить людей. Она работает клоуном в детском телешоу. Вот и свою свадьбу захотела отметить весело. Устроить настоящую клоунскую вечеринку. Жених Дмитрий идею поддержал. Гости, товарищи по клоунскому цеху, только обрадовались, что переодеваться не придется. Так и заявились в ЗАГС. Она в костюме тыковки, а он – Иван Дурак. А некоторым от счастья хочется прыгать. И чем выше, тем лучше. Высокие чувства продемонстрировали молодожены из Екатеринбурга. Катя и Максим Березины выглядели просто великанами. Под свадебные наряды вместо туфель ребята надели джоли-джампинг. Это такие ходули с пружинами, на которых можно скакать не хуже кенгуру. Мы впервые на таком ответственном мероприятии на ходулях, на джамперах. И очень трудно совмещать, скажем так, в себе торжественность такого мероприятия и цирковое искусство. Свадьба у влюбленных получилась веселой. Правда, вот целоваться под крики «Горько в прыжке» было трудновато. Ну а пока одни прыгают от счастья, других тянет в глушь и в грязь. Евгения и Дмитрий Авдюковы – заядлые автомобилисты. Вот и свадьбу свою они отметили в условиях экстремального вождения на трассе выживания. Друзей собрали в дремучем лесу, где кроме охотников и животных встречаются лишь они – водители на джипах. Из традиционного на этой свадьбе только белое платье невесты. Песни заменили ревом машин, танцы – гонками по лужам. И рвали не баян, а рамы. Хрупкая брюнетка за рулем – зрелище не для слабонервных. А ведь благодаря этим большим машинам Евгения и встретила свою любовь. Муж у меня работает в автосервисе, занимается машинами. Я свою машину отпорвала раму на поджире и хотела у него купить ниву подготовленную. Джиперская свадьба прошла по экстремальному варианту. Начали с качель на брусьях, а закончили буксиром в грязи. Красть у невесты туфельку не пришлось. Жених продемонстрировал геройство в другом – вытащил любимую из грязи. Ну а другим без железных коней никуда. Их много и они в тельняшках. Юлия и Илья из Саратова – оба мотоциклисты. Познакомились около года назад на работе. Увлечение мотоциклами их объединило. Предложение своей любимой Илья сделал не на байкерском слете, а более тривиально – сводил в ресторан. Сначала собирались пойти и расписаться без всяких торжеств. Но не тут-то было. Устроить для них праздник решили друзья-байкеры. Они сами все придумали и детали не рассказывали молодоженам до последнего дня. Свадьба была в пятницу 13-го. У Юли с Ильей был свадебный кортеж из 60 мотоциклистов. Все как один в пиратских тельняшках и шляпах-треуголках. В Омске невеста приехала на регистрацию в Фате длиной 3 километра 686 метров. Татьяна и Вячеслав Бравко побили мировой рекорд Книги Гиннеса и установили рекорд России. Весит фата аж 89 килограммов. Разматывали ее почти 4 часа. Конечно, решились мы практически сразу. Сначала, конечно, так испугались, а потом поняли, что это здорово, что это классно, что это не как у всех, это необычно. Нести фату молодоженам помогали почти 300 волонтеров и кортеж из 33 лимузинов. Почти в 4-х километровой Фате на свадьбе гулять совсем неудобно. Поэтому праздновать невеста отправилась без нее. Марш Мендельсона, пожалуй, единственное, что было на их свадьбе, традиционное. Петербуржцы Антон и Ольга устроили себе стимпанковскую свадьбу. Стимпанк – это такая художественная теория о параллельном мире. В этом мире правят пар и электричество. Ребята занимаются исторической реконструкцией. На этой теме и сошлись. А потом увлеклись постепенно стимпанком. Где-то случайно увидели сочетание классических костюмов и шестеренок. Друзья у ребят самые разные. Врачи, учителя, музыканты, кого только нет. Но увлечения молодоженов разделяют. И с удовольствием смастерили себе необычные наряды. У этой свадьбы своя легенда. По ней свидетель, чокнутый профессор из прошлого столетия. Собрал машину времени и отправил своих друзей на сотню лет вперед. Будущее. Свадьба должна быть необычной, потому что это мероприятие, которое проходит раз в жизни. И оно должно запомниться. И вот эти те рамки, которые обычно ставит нас государство, ну, как бы, можно обойти как-то, хотя бы прийти в какой-то такой необычной одежде. Это будет весело. На невесте платье образца 1878 года. А шляпку для Оли жених смастерил своими руками. Самый популярный подарок на свадьбу – деньги. И обычно их дарят вот в таких конвертах. Что у меня за спиной? Согласитесь, довольно банально. Но даже деньги можно подарить красиво. Сейчас в моде сберегательные книжки для молодоженов. Их легко можно сделать своими руками. И сейчас в нашей программе небольшой мастер-класс. Сбер-книжка, хорошо известная еще с советских времен, превратилась благодаря дизайнерам в модный подарок. С ее помощью, как и раньше, делают вклад, но только уже в копилку молодоженов. Выглядит она, как мини-альбом с несколькими разворотами. На каждом небольшое поздравление и кармашек для денег. Причем странички в такой книжке все разные и посвящены определенной тематике. Например, вклад на машину, на ребенка или на путешествие. В этом сезоне крайне популярным, прям таким своеобразным трендом стали сберегательные книжки молодоженам. Чековые книжки молодоженам. А еще людям, у которых все есть, чековые книжки желаний. Тоже очень интересный подарок. Сделать подобную сберегательную книжку очень легко. Понадобится цветная бумага, ножницы, люверсы, двойной скотч, кольца, чернильные подушечки, плотный картон и различный декор. Первым делом вырезаем из плотного картона основу для будущих страниц. С каждой стороны приклеиваем на скотч цветную или дизайнерскую бумагу. Ее края заранее лучше обработать штемпельными подушечками. А затем приступаем уже к оформлению. Текст поздравления можно написать от руки, а можно распечатать на принтере. А дальше уже все зависит от вашей фантазии. Декорируем страницы различными принтами, наклейками, фурнитурой. И делаем из бумаги кармашки для денег. Оформляем обложку. В готовых страницах делаем отверстия и собираем их на кольца или ленту. Наша сберегательная книжка готова. Осталось ей добавить лишь немного шарма. Дарья Кичигина, Дмитрий Хомяков, Алексей Питков. Комсомольская правда. Иркутск. Но какой бы ни была ваша свадьба, пышной, скромной, с каретой, либо с запорожцем, неважно. В любом случае, вы запомните ее на всю жизнь. Я, например, выходила замуж тайно. И до сих пор нисколько не жалею, что у меня не было ни лимузина, ни ресторана на 40 человек. Ведь главное в этом деле – любовь. Любите друг друга. И будьте счастливы. And it's a beautiful day It's a beautiful day It's a beautiful day Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон